МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С днём ангела, дорогие менинники! Слово «бессмертный» среди людей часто бывает именем. Так, к примеру, члены Академии Парижской научной носят титул «бессмертных». Бессмертное дело, бессмертный подвиг – эти слова расхожи. Среди людей. На самом деле не так уж много бессмертных слов и бессмертных дел. Сегодня мы расскажем о человеке, чье имя означает «бессмертный», то есть Афанасий по-гречески. И дело его, и слова его, и жизнь его поистине соответствуют своему имени. Святой Афанасий Александрийский был преемником святого Александра на древней Александрийской кафедре. Случилось так, что он заменил этого старца на епископском престоле. Однажды Александр наблюдал за детьми на берегу моря, игравшими. Дети играли в церковь и в церковные таинства. При этом дети-христиане крестили детей-язычников. Первое место там занимал некий молодой человек, мальчик еще тогда, Афанасий как раз, который оглашал, крестил, молился, совершал различные такие жесты и телодвижения, как священник во время таинств. Он погружал в воду, что-то говорил над этими детьми. Александр очень внимательно присматривался, с удивлением заметил, что делается все очень правильно, как по-настоящему, настоящий иерей. Затем он расспросил этих маленьких язычников, вроде бывших уже, что же над ними говорили, что делали, как произносили то или иное выражение. Они рассказали ему. Оказалось, что Афанасий прекрасно все это делал, как будто бы он был священником. Александр признал этих детей крещеными, совершил над ними таинство миропомазания, утвердил их в вере, а этого мальчишку смышленого приблизил к себе и стал его духовным опекуном. Афанасий в скорости стал клириком церкви, стал чечецом, потом диаконом. В сане диакона престарелый епископ Александр брал его с собой на Первый Вселенский собор, где молодой диакон Афанасий выступил с пламенной проповедью и речью против Ариан за единосущие сына Божия, отцу. Ариан с того момента до самой смерти Афанасия возненавидел его лютой ненавистью. Эта ненависть никогда не меркла и не гасла, но по временам еще более усиливалась. Впоследствии, когда Александр отошел уже от управления своей кафедрой, а впоследствии переселился в мир иной, Афанасий занял его место и за несколько десятилетий своего епископства ему более 20 лет пришлось жить в изгнании. Были времена, когда все епископы Востока уклонились в арианскую ересь. Сотни епископов считали себя православными и были при этом арианами. Один только Афанасий громогласно на всю Римскую империю проповедовал православие, скрываясь у монахов в Египте верхнем, в виде простого монаха, переходя из места на место. Против него созывали соборы, его проклинали и анафематствовали, его искали убить, однако народ, любивший архипастора, скрывал его всячески, берег его как величайшее сокровище церкви. Когда на престол Римской империи взошел Юлиан Отступник, он поклялся убить Афанасия, однако в скорости был сам убит на войне с персами. Афанасий Александрийский еще в годы своей жизни получил наименование 13-го апостола. С тех пор такое имя носит его преемник, патриарх Александрийский до сегодняшнего дня, судья вселенной, папа, великий, значит, архиерей Восток, патриарх Александрийской церкви. Действительно бессмертный этот человек и бессмертное его творение. Один из египетских монахов говорил, что если ты найдешь слова Афанасия и не будет у тебя бумаги и чернил, то пиши мелом на одежде его бессмертные речения, поскольку забыть их великое преступление. Поздравляем сегодня всех тех, кто носит имя Афанасий, а также День Ангела сегодня празднует Кирилл, Мария и Маркиан. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь! Имена ваши написаны на небесах! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова